Всем привет! Меня зовут Ангелина. Я продолжаю делать разборы заданий из ЕГЭ по профильной математике. Сегодня у нас с вами седьмое задание. Это задача с прикладным содержанием. То есть здесь обычно дается какая-то формула и нужно найти то или иное значение переменной в этой формуле. Сначала прочитаем задачу. При сближении источника и приемника звуковых сигналов, движущихся в некоторой среде по прямой навстречу друг другу, частота звукового сигнала, регистрируемого приемником, не совпадает с частотой исходного сигнала F0 равно 150 Гц и определяется следующим выражением. Вот она формула, которая нам дается. Где С скорость распространения сигнала в среде, буква, не знаю как она называется, И может быть равно 10 метров в секунду и В равно 15 метров в секунду скорости приемника и источника относительно среды соответственно. И дальше вопрос. При какой максимальной скорости С распространения сигнала в среде, частота сигнала в приемнике F будет не менее 160 Гц. Итак, нам с вами нужно в этих задачах либо составлять уравнение, либо неравенство. Уравнение мы составляем, когда нам сказано, там частота будет равна 160 Гц. Здесь у нас не сказано равно, сказано не менее. Не менее. Это что значит? Это больше или равно 160 Гц. Поэтому у нас получится неравенство. Итак, записываем нашу формулу, то есть мы сравниваем F. F, она вычисляется по формуле. Ф нулевое и дальше дробь. И вот это значение должно быть больше или равно 160 Гц. Давайте подставим все, что нам известно, а потом подумаем, как решать полученное неравенство. F нулевое у нас равно 150. С мы ищем, сразу отметим, что мы ищем максимальную скорость, то есть С максимальная. Так, С плюс 10 делить на С минус 15. Больше или равно 160. Хорошо. У нас получается такое вот рациональное неравенство, то есть есть деление, есть дробь. Мы ни в коем случае не избавляемся от этой дроби. На нее домножать нельзя. Почему? Почему нельзя? Потому что у нас здесь идет не уравнение, а неравенство. Вот если было бы уравнение, в принципе, можно домножить, ничего не изменится. Но когда у нас неравенство, мы должны учитывать, какой знак будет числа, на которое мы умножаем. А так как у нас здесь буква С переменная, она может быть и положительной, и отрицательной. Ну, в принципе, да, в целом задача может быть и той, и той. Поэтому мы не можем на нее умножать. Хорошо. Итак, умножать нельзя. Что будем делать? Давайте мы сначала избавимся вот от этого умножения на 150. На 150 мы поделить можем, потому что это положительное число, нам известен его знак. Итак, делим. Получается, в левой части остается дробь. В правой части 160 делить на 150. Можно убрать нули. Теперь неравенство мы решаем таким образом, что в правой части должен быть 0, и мы сравниваем числа с нулем. То есть сначала нам нужно перенести полученное выражение из правой части в левую. Получается С плюс 10 делить на С минус 15 минус 16 пятнадцатых больше или равно нуля. Теперь вот эти две дроби мы приводим к общему знаменателю. Первую домножаем на второй знаменатель, а вторую дробь домножаем на первый знаменатель. Что у нас получится? 15 умноженное на С плюс 10 минус 16 умноженное на С минус 15 деленное на 15 умноженное на С минус 15. Больше или равно нуля. Итак, что теперь? Раскрываем скобки. Получаем 15С плюс 150 минус 16С плюс 16 умножаем на 15. 15 это будет 200, 240 делим на 15С минус 225. 15 в квадрате. Больше или равно нуля. Итак, теперь мы пользуемся так называемым методом интервалов. То есть мы находим нули числителя и нули знаменателя и потом будем отмечать их на прямой. Итак, нули. Минус С плюс 390 равно 0, откуда С равно 390. И второй 0, 15С минус 225 равно 0, С равно 15. То есть вот у нас получилось два значения. Мы отмечаем их на координатной прямой. Знак у нас больше или равно, поэтому точки берем закрашенные. Закрашенные. Теперь нам нужно определить, где будут плюсы, а где минусы в полученных промежутках. Можно подставить просто какое-то число в нашу формулу. Итак, 400 минус 400 плюс 390. Это будет отрицательное число. 400 умножить на 15 минус 225 будет положительное. И при делении минус на плюс дает минус. Дальше мы можем просто чередовать знаки, так как здесь в формуле у нас нет никаких степеней. Знаки будут чередоваться. И нам нужен промежуток, где будет больше или равно 0. То есть плюс. Вот он. То есть если у нас С будет принадлежать вот этому промежутку от 15 до 390, то наше неравенство будет верным. То есть вот та самая формула, где мы сравнивали со 160, будет верна. И нам нужно найти было С максимальная, то есть максимальную скорость, при которой это будет выполняться. Максимальная здесь будет 390. То есть ответ мы пишем 390 метров в секунду. Вот такая скорость у нас получилась. Не совсем простое задание для номера 7. Внимательно следите неравенство у вас будет или уравнение. Ну и конечно вспоминайте, как решать рациональные неравенства, как использовать метод интервалов. И смотрите мой канал. Я буду выкладывать подобные видео еще в период подготовки к ЕГЭ. Поэтому не забывайте подписаться, ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас остались вопросы. Всем до встречи.